Значит, 29-го числа 07-го, 20-го года у службы заказчиков происходит авиасчета. Значит, ни в коем не решается еще вопрос по закупке. И уходим мы на 03-е, 11-е, 20-го года уже, потому что нам пришлось изменять РБСника и затем уже в связи с несогласием переводить администрацию. В связи с тем, что в это время уже уступил отопительный период, ситуация развивалась следующим образом. Значит, 03-го, 11-го, 20-го года нами было объявлено электронную аукциону, уходили на работу по ремонту удовлетворенного котла. Значит, к нему поступила жалоба от Мальтик-Фронт. Значит, фастом писало устранить нарушения, оставили закупки на 7 дней. Таким образом, фастом уходило за период Нового года. Мы вынуждены были принять решение и отменить закупку. После предписания УФАСа по Красноярскому строительству. Значит, вам УФАСа предписал прожить на 7 дней. Куда вы уходили и что вы не успевали? Рисните, пожалуйста, на 7 дней. Исполнение по контракту такой крупной закупки, сделки, это 30 дней. Мы не могли до 25-го числа, даже если учесть, что у нас в этом году мы будем работать с вами до 31-го, выполнить существующие работы. Так вы же вот сами, когда были ИП главы, нам били в грудь, когда мы принимали решение, что эти работы были выполнены. Даже зимой, даже в холода. Вот лично вы были здесь, когда мы принимали... Я говорю, я не отрицаю. Кто ответил, говорит? Но через Куби закупка не пришла? Почему не прошла? Прошла. Нет. Она была снята, это еще минус 45 дней. Нет, подождите, когда мы принимали решение о переводе денег на администрацию, вы и так далее еще били себя в грудь и говорили, что вы успеете освоить эти деньги, правильно? 7 дней в данном случае не критичный срок. Вы могли бы эти деньги успеете освоить и отремонтировать котел? Котел? Да. Мы сейчас про котел с вами говорим. Мы про котел говорим, мы не успеваем до Нового года отремонтировать котел. Подрядчик Алтайский котельный завод выехал сюда, это было в автобик, он приехал, осмотрел. И в связи с теми работами, сложными работами. Вы поймите, вот Алтайский, не Алтайский, Барнаульский, вы просто отменили торги. Могли бы взвызываться другие, которые вы успели в этот срок сделать? Вы просто своим решением волюбаристы, любой главы, отменил торги. Не так. Значит, когда проходили конкурсные процедуры, у нас участвовало три предприятия. Из них два Барнаульских и одна из них наша, это УОТеплосеть. Значит, падение составило миллион шестьсот сорок пять тысяч. В итоге шестьсот, четыреста, миллион шестьсот сорок пять закупки слетели. И выгоды Барнаульцев, которые впоследствии признали, что выполнить работы, такие, как замена такого мощного котла в горном, четыре, шесть мощности. У вас есть письменный ответ от них? Мы закуп... у нас по... Вы все брешете уже целой крови, это, три месяца. Кто брешет? Кейн, на прикинь, Чисовский. Брешет в чем? Вот в этом закупе десяти миллионах еще нету. Правильно, правильно, освоим и то, и все. Арестованы еще тут все выгораживали за ничего. И в итоге это... Они упали в цене, что с тех снялись, и в итоге кубноморозами прикрылись. Вот нормально. А поселок останется без тепла. Без какого тепла? Вот если забрать... А мы уже в Белый Яр три дня делали этот электродвигатель, дымосос. И там так же будет при минус тридцати. Поселок Белый Яр. Причем здесь Белый Яр и эта закупка? Система в ЖКХ так поставлена. Благодаря вот вашему руководству, Тюмнева. У меня вопрос к выполняющему обязанности Белый. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы когда объявляли, вами было уже подписано распоряжение об объявлении конкурса. Конкурс состоялся у нас. Писано, ответы нет. В чем на слово верим? По тепловым сетям... Белый Белый Белый. Чего Белый Белый? Не перебивайте, пожалуйста. Сидел, когда жалом, гадков на депутатах. А сейчас он сидит. Сиди, не дергайся. Балабол, блин. А ну, когда-то пошел снова. Балабол, коллега, дайте слово, блин. Уважаемый другого депутата. Дайте опять депутатам нашу нефестбранную кодекс. Как себя вести? Ну, что это такое? По поводу 10 миллионов опять возвращаемся. Первый аукцион вы проводите по тепловой сети на 4 миллиона. Определяется подрядчик. Почему вы отменили вот этот аукцион? Я задам сразу же все вопросы, и вы ответите. Потом второй вопрос, вот то, что задал Павел Владимирович. Почему вы отменили? Вы первоначально на комиссиях нам говорили, что УФАС вам дал распоряжение об отмене конкурса по проведению ремонта КОПЛА. Теперь вы нам теперь говорите, что УФАС вам написал предписание о продлении на 7 дней и исправлении замечаний, и ничто не мешало дальше эти замечания устранить. Подрядчик, я так понимаю, у вас был пиздом. Почему вы с ним контракт не заключили? Это уже ваше поле деятельности. Поясните, пожалуйста. Вы сейчас про теплосеть спрашивали, про тетёк? Теплосеть и котёк параллельно всё идёт. Деньги краевые. Я, коллеги, хочу что сказать. Вот эти вот деньги сейчас, благодаря этой администрации, у нас, когда была комиссия именно по распределению вот этих денежных средств, да, Владимир Николаевич, вы говорили, что вы успеете, только давайте перекинем деньги, проголосуем, теперь вы начинаете выворачивать ситуацию. Я вам задавал вопрос по поводу той создавшейся ситуации, когда управление строительства и ЖКХ не могло провести конкурс, вернее, не могло распределять эти денежные средства по причине ослинового упрямства бывшего главы Ачинского района, который отправил эти деньги, я не перешёл на личности, так что не передёргивай, отправили эти деньги в край. Мы все разлили руки, говорили, что это не ваша вина в этой создавшейся ситуации. Но теперь вы, вот два человека, вы вдвоём вот здесь сидящий и стоящий один, вы должны отвечать за эти 10 миллионов. Почему они не использовали? Я почему руководителю финноуправления задавал вопрос, сколько денег у нас запланировано из края на ЖКХ? На следующий нет пока бюджетной расписи. Её и не будет, и вы прекрасно знаете, вы 5 лет проработали, эти деньги с большим трудом выбиваются, и как эта территория сейчас ещё перезимует в этот отопительный сезон. Большой вопрос. Ну, мы как бы ушли в сторону, сейчас таки ответьте, пожалуйста. В чём причина отмены вот этих вот двух аукционов, и какие вы меры готовы сейчас, не готовы, а отримите по наказанию лиц, которые довели до такого состояния? Мы согласились с расторжением, потому что заказчик не может выводить и работать. А почему вы идёте со стороны? Вы заказчик, что ли? Вы, точнее, подрядчик. Это его проблема. Это его проблема. То есть вы просто, понимаете, вы просто взяли и отменили. Разбазаривайте краевые деньги, и вынете, что перебивают. Давайте, товарищи. Кому сейчас за вас отвечать на вопрос? Всем депутатам. Ну вот я вам конкретно, ваше вопрос отвечаю. О соглашении у сторон контакт расступлен. Потому что подрядчик сказал, что он эти работы выплатить не сможет. Какие меры тогда встречный вопрос? Какие меры приняли к этому подрядчику? Подрядчик написал нам письмо, Ну, к этому пошло подрядчик. Это вот теплосеть. После. Не надо рассказывать, кто там или чего. Вот так как в деле, полкуты, это все должно правило. У нас адрес письмо о невозможности выполнения работ на данном, на данном, на данном этапе, в том числе низких принципов связи с отсутствием альтернативного источника. То есть, сети нужно было обрезать. Это капитальный ремонт. 162 метра трассы вскрыт, лотки вытащить, 4 колодца разрушить и положить в новую трассу. Мы с ним переписывались и в течение двух недель было принято решение о добровольном расторжении контракта ввиду отсутствия альтернативного источника теплоснабжения и обоюдности сторон. Это нужно было завоевать в течение двух квартирных домов. Можно вопрос сразу? Зачем вы объявляли тогда этот аукцион? Зачем этот подрядчик заходил на этот аукцион? Каким образом составлялась техническая документация? Как бы небольшую ремарку. Мы сейчас по 50, вернее по 500, по 300 тысяч. Начинаем передергивать то с отдела образования, то с подвоза. Ищем деньги. Здесь 10 миллионов у нас ушло денег с нашего бюджета. И плюс еще как бы встречный вопрос. Вот 5 миллионов. Вы с каких средств заплатили штраф на НКУ? Я должен объяснить, что есть. 5800. Но 5800. С чего деньги снимали? Это с местного бюджета деньги были, да? Вот еще 5800 тех. 10 миллионов нам зали, мы их вернули. А 5800 нужно было не платить? Нужно было платить за год. Заводите вопросы, кто возвращал деньги. Поднимайте платежки и задавайте вопросы. Хорошо. Это у вас любимая тема. А какая любимая тема? Я объясняю на Каптейс. Ответьте, пожалуйста, для чего вы тогда объявляли опцию ООН, выбрали подрядчика. У вас на тепловую сеть все было проведено. Почему вы с краем не переговорили? Там можно было эти деньги. Я просто знаю ситуацию в 2015 году в Малиновке так же. Подрядчик не успевал. Эти деньги перешли на 2016 год. Их зарегировали. Работали с министерством края. Вы какую работу провели в этом плане? Прежде чем отменять эту закупку, мы понимали, и в том числе министерство, что мы уходим вот в такие уже морозы, мы выезжали. Мы с исполняющейся обязанности заключительную министра. Охренели ситуацию, что мы не сможем выполнить и угроза разобрать котел один и оставить от того, который подчекал за это время четыре раза тоже есть. И мы договорились о том, что мы напишем новую заявку, где нам эти деньги будут выделены в 2021 году. Который не выступил, а сейчас обвиняют, чтобы эти деньги потеряли. Давайте отключим 17 многоквартирных домов и оставим весь город на одном котле, который течет. Давайте, вы говорите, что мы их выделим. Вот так никто и не выделил. Давайте так. Есть вопрос, понимаете, соблюдение договора, который заканчивается после 6-го числа. Следующий бюджетный год еще не выступил. Письма. Деньги бюджетные, вы знаете, работали самым по финансам, не переносятся, а выделяются по новой заявке. Владимир Николаевич, я еще раз повторяю, в 2015 году ремонтировали котел номер 2 в Малиновке. Деньги выделяли в 2015 году, работы выполнили в 2016 году. Что вам мешало поступить именно по тепловой сети, мы хотя бы не потеряли вот эти четыре года. Подрядчик не устроился. Ну да, возможно. Или не договорились с подрядчиком. Подрядчик записался. Сейчас на месте переходите, только муда что ли? У нас еще было КЧС, по-моему, 18-го или 16-го числа, где проголосовали все работники администрации за запрет проведение этих работ. Правильно? Было КЧС? Было КЧС. А в связи с чем вы решили запретить эти работы? Запрещение работ было связано с тем, что мы пошли в низкий пенсионер. А что же вы предыдущие года-то не запрещали? У вас зимой постоянно ремонтировали котельные трубы. Извините меня, отключите наши дома от одного источника. А как бы вы поступили на нашем месте? Там сеть одна. Вы думайте, о чем я говорю. А вы подумайте тогда, когда объявляли аукцион, о чем вы думали? Вы что, ждали, что лето будет в декабре месяце или плюсовые температуры?